Друзья, вот это поворот. Весь юбилейный тур Лолиты по России будет отменен. Зрители о возврате билетов проинформируют в ближайшее время, сообщает источник, который очень близок к концертной индустрии. Этого добились общественники после того, как Милявская пришла на голую вечеринку в кружевном белье. Все вы, наверное, помните, как она интересно, ну это я в кавычках говорю, смотрелась в свои 60 лет. Лолита еще до скандала анонсировала большой юбилейный тур по городам России в честь своего 60-летия. Но после тусовки с Ивлеевой все стало разваливаться. Активнее всего на отмене Милявской настаивали общественники из организации «Зов народа». Они заявили следующее. Из видеообращения записанного Милявской следует, что она совсем не раскаивается и на свои 70 лет готова повторить данное действие. Все ее слова о раскаянии, данные позже, не более как страх за свои гонорары. В некоторых городах жалобы также поступали от местных жителей. Вот что называется сплоченность, друзья. Вот это вот я понимаю, насколько я сейчас не злорадствую. Я сейчас не против Лолиты Милявской. Не подумайте, что я какой-то злой человек, который сейчас снимает ролик, чтобы кого-то уколоть или чтобы кого-то там подколоть. Нет, я не пытаюсь ее как-то этим роликом унизить или вас настроить против нее. Конечно же нет. Но мне очень нравится, что народ начинает просыпаться. Понимаете? Народ перестал сидеть на диване и есть только то, что ему подается. Вот это вот правильно, понимаете, что возникают общественные организации, что люди общаются, да, там как-то какие-то письма пишут для того, чтобы обезопасить себя и своих детей в первую очередь. Потому что Лолита может и на концерте такое же, понимаете, устроить. А зачем это нужно простым людям и детям? Вот все тоже пишут в комментариях, вот, а чего вы там сидите рассказываете? В Америке все на такие тусовки ходят и в Европе это распространенно. Друзья, может быть это и распространенно. Но вот, например, я на такие тусовки не ходил никогда. И своему ребенку я бы тоже бы запретил ходить на такие тусовки. А зачем? Хотя я знаю, что они в Швейцарии есть. Это первое. Но опять же, люди, которые ходят на такие мероприятия, они, наверное, чуть-чуть, я не хочу никого обидеть, но они чуть-чуть странные, да, или может быть чуть-чуть даже у них в голове какой-то непорядок есть. Ну, нормальный же человек не будет ходить на какую-нибудь там БДСМ тусовку или на, где там друг друга кнутами бьют, или засовывают какие-нибудь вещи там во всякие отверстия, да, или как это происходит, я не знаю. Или там нормальный же человек не будет ходить. Я знаю, вот в Цурике, в Швейцарии, да, есть вечеринка, где собираются именно все мужчины. Ну, понятное дело, что голуби, да, собираются там. Они реально одеваются в латексное белье, там какие-то кружевные штанишки. Кто-то топлис танцует, кто-то вообще голый. И вот так просто получилось, что один раз мою супругу с ее партнером приглашали выступить на такой вечеринке, и она говорит, я офигела. То есть она вот девушка, да, женщина, и она пришла когда выступать, она говорит, мы выступили и пули оттуда уехали. Потому что там реально, знаете, как в фильмах показывают, они все такие в кожаных одеждах, там в этих, в курточках кто-то, кто-то без этих, кто-то там в бусах. И вот в этих вот кожаных шляпах, помните, как в некоторых фильмах показывали, в кепке такие кожаные, с плетками кто-то ходит, кто-то на каблуках. Она говорит, ну я, честно, в шоке была. То есть они, когда туда ехали, они не знали, их пригласили типа в ночной клуб выступить. Но они не знали, что в этом ночном клубе в этот день будет вот такая вот тусовка. И они пришли, выступили и пули оттуда убежали. Она говорит, я даже оставаться бы там побоялась. Хотя там вроде все были настроены нормально, да, мужчины, которые друг друга любят. Вот, поэтому зачем это все? Правильно, что это нужно искоренять. А если кто-то как бы любит такие вещи, они найдут свою тусовку, понимаете? Вот в чем фишка. Кто-то еще спрашивает, что вот про эту вечетинку говорит. Везде такое есть. Так везде это есть, но нигде не транслируется. И вот, например, на всяких тусовках, там гэнг-бэнг или что-то, вот эти свинь-тусовки всякие есть в Швейцарии. Это распространенно. Это миллионеры очень любят, у которых особенно уже ничего не работают. Они приходят просто посмотреть, как вот они там молодежи деньги платят. И молодежь там садамию, разврат и оргии устраивает. А они просто сидят и за этим наблюдают. И думают, о, классно, я всех этих людей купил. Это понимаете, насколько уже у человека вот, ну, от денег возникает вот этот вот бзик, что он всемогущий. Но на таких тусовках запрещено снимать, понимаете? И выкладывать в сети. Вот, поэтому в чем проблема-то этой голой тусовки возникла? Если бы ничего не снимали, ну, в трусах была Лита походила, там, Дима Вилан, Киркоров, да, как бы. Ничего страшного, да, они, в принципе, там, сами бы разобрались, кто кого. Но они же все это положили в сеть, вот в чем проблема-то, понимаете? Тихо, мирно там где-то посидеть, по садамию устроить, это ладно. Как бы я это не поддерживаю, да, ну, вот, чтобы никого не обидеть, да, кто страдает по этим всем вещам. А вот так вот, конечно, выкладывать потом все это в сеть, вот что не понравилось людям-то, понимаете? Сегодня организаторы официально объявили об отмене выступлений Милявски 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге. Ранее у Лолиты не состояло шоу Новосибирске, Омске, Кургане, а также все 10 концертов в Подмосковье. В скором времени отмены ожидают Челябинск, Красноярск и Иркутск. Но самое интересное, что на все это Лолита смотрит с позитивом. Она говорит, что ей, в принципе, шоу-бизнес уже не интересен, и она теперь занимается домохозяйством. Но может быть это и к лучшему, может быть это и к лучшему, она тоже, видите, что-то поняла, что-то осознала. И еще раз повторяю, что нету какой-то цели кого-то оскорбить или уколоть. Но вот годик, я думаю, что побыть без концертов и задуматься просто о своем поведении, я думаю, это никому не помешает. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки. Кто еще не прошел нашу онлайн-школу по заработку в ТикТок, переходите, пожалуйста, на мою главную страничку. Ссылочка в описании, переходите на нее, зарегистрируйтесь и начинайте уже тоже зарабатывать деньги на ТикТоке. Всем пока, берегите себя и до новых встреч.